Приветствую всех! Сборка 3602 в корпусе Z-Gaming MS3. Черный системный блок форм-фактора Micro ATX. Сверху у нас такой идет пыльник с магнитной основой. Ну и построен системный блок на базе процессора Intel Core i3-10105F. 4 ядра 8 потоков, базовая частота 3.7, в Turbo Boost до 4.4 ГГц гонится. Такой маркетинг от Intel. По сути это тот же самый 10100. Разницы у них нет никакой. 100 МГц погода здесь не делает совсем. А ну тем не менее в данном случае 10105F. Приставка говорит о том, что у нас стройки нету. То есть в процессоре она на аппаратном уровне отключена. Довольно-таки мощный процессор. И пока у вас не будет видеокарты уровня RTX 3060, большого смысла покупать более мощный процессор на самом деле-то и нет. Если у вас задачи не процессорозависимые. То есть одно дело, когда у вас идет какой-нибудь видеомонтаж, там где вы видите всегда, насколько мощный процессор. Другое дело игрушки, где участвует в основном только видеокарта. Процессор 65-ваттный, но на данной материнской плате все эти 65 Вт спокойно реализовываются. 8 фаз питания, материнская плата Gigabyte H510MH. Рассчитана плата под установку i5 11 серии, который до 120-130 Вт может краткосрочно кушать. Поэтому по фазам здесь все очень классно. 8-пиновая колодка до питания. Есть разъем Ultra N2 под NVMe накопители. И два слота под оперативку. Памятью можно поставить максимум 2 по 32, 64 ГБ. Процессор холодный относительно. Но ставим вот в последнее время вот эти аэрокулы Cora Plus. Он и симпатичный, и у нас есть такое мнение, что вентилятор, который дует на материнскую плату, он дает много пользы. Охлаждает всю цепь питания процессора. Охлаждает SSD, если он там стоит. Охлаждает оперативку и даже достается видеокарте. Ну и выглядит симпатично, а стоит всего лишь 800 рублей. Не так уж прям дорого. SSD у нас стоит 1 на 500 ГБ. VW очень хороший накопитель в плане надежности. В последнее время просто надоело все, что вот дохнет. Поэтому вот в данном случае VW считается очень-очень надежным накопителем. Это единственный накопитель. При желании можно добавить жесткий диск. Еще есть три разъема SATA. Ну и опять же разъем под NVMe накопители. Видеокарта. Честно, последняя видеокарта 1650 на сегодня. Больше у меня пока нет. Может быть приедут сегодня. Не знаю. Возможно, что и все. Все, 1650. Фирма Hewlett Packard. За вчерашний день почти все у нас забрали. На 4 ГБ. Та видюха, на которой будет идти в принципе все и хорошо. На разрешении Full HD. Видюшка много не потребляет. Всего лишь 65 Вт. Питается от разъема PCI-Express. И на сегодня у нее просто нет альтернативы. Видюшки начинаются сейчас уже от 38 тысяч. А мы ее посчитали уже за 29. Но это почти на 9-10 тысяч дешевле рынка. Все равно. Видюхи просто какой-то капец. Все исчезает с прилавков. Их просто нет. Не то, что даже задорого. Их просто нет. Блок питания на 600 Вт. Фирма Accord. За глаза хватит и на эту видюху, и на более мощную. Ну и корпус Z-Gaming. Традиционно у нас закаленное стекло. И стекло у нас в виде дверцы. Классные машинки получаются. Симпатичные. Широкий. Кабель менеджмент идет с внутренней стороны. Захват воздуха у нас происходит снизу, либо сбоку. Есть отверстие. И машинка получилась бесшумная. А по деньгам ровно в 57 тысяч рублей. Продолжение следует.